Друзья, сейчас мы вам покажем небольшой автомобильный тур по территории замка. Бератский замок. Как ты говоришь? Табия. Значит, башня называется Табия, и тут живут люди. У нас тут проблема с электроникой, мы не можем никак убрать звук итальянского радио. Поэтому будем слушать на фоне итальянского радио. Ваду апьеди, что значит пойдем пешком. Вот, посмотрите, у нас здесь потрясающие домики, которые с 17 века не реставрировались вообще. Значит, и со времен Курт Паши все аутентично. Вот, здесь есть рестораны, гестхаусы, то есть гостевые дома. Значит, есть пиццерии разные и, разумеется, сувенирные лавки. Ну и живые декорации для исторического кино. Вот вам живые декорации. Если бы не автомобили, то можно было бы поверить, что здесь вот мы находимся где-то в средневековье. Наверняка, правда? Как я говорил, с 2008 года все здесь сохраняется ЮНЕСКО. Никто никуда не спешит и все кайфуют. Вот даже есть параболическая тарелка, что, в принципе, невозможно. Но в Албании это возможно. В общем, здесь у нас даже есть водный бак современный на крыше старинного исторического здания. Мы тут ищем некоторые несоответствия, такие, которые бы взбесили бы товарища Варламова. Но, наверное, я унаследовал его привычки. О, еще одна маленькая параболическая тарелка. Да, маленькая. Да? Малая антенна. А, еще один водный бак. Ага. Окей. Ну а в целом, в остальном это все выглядит просто потрясающе, разумеется. Вот, смотрите, здесь у нас даже есть полуразрушенная такая вот конструкция на втором этаже, которую еще ничем не заселили. Так, друзья, вот прогуливаясь по территории замка, тут отказывается охренительный замок, мы нашли великого Константина, который был императором Византийской империи. Значит, и который был рожден в Сербии, как мне об этом говорили сербы. В общем, ищите в интернете больше информации, это был очень такой хороший человек, очень умный правитель Византийской империи. Так, показываю вам, что это выглядит, все просто потрясающе, гораздо лучше, чем любые черногорские старые города. Просто потрясающе, фантастически. Никто никуда не спешит, никто не пристает, ничего не продает тебе навязчиво. Вообще, даже нет никаких намеков на туризм, все в ожидании чего-то. Вот так выглядит этот Константин отсюда, я не буду приближать, я надеюсь, вам видно. Вот император Константин. Пишите комментарии, будем разбираться, кто он такой. Мы нашли церковь Святой Троицы и потрясающие, опять-таки, крепостные сооружения и даже собака. Вот, смотрите, она нам отвечает, машет костиком. А собака решила попозировать. Но самое интересное, что внутри этого старого города до сих пор живут люди. Вот это я вообще никак не могу понять. Значит, стены посвечиваются, значит, написано бар-кафе. Бар-кафе, да? На top, да. На top. Фантастик. На top. На top. На top. На top. На top. Друзья, значит, здесь у нас опять панорама. У Соми. Речка, наверное. Горят огни на ограде. Тихо, не гавкай. Значит, на ограде этого замка. Так, я так и не понял. Мы обходим, получается, сейчас замок по периметру. И смотрим, что у нас происходит. Как выглядит, попробуем вот так показать вам. Как выглядит город с высоты птичьего полета, с высоты крепостных сооружений. Выглядит это все потрясающе. Реально потрясающе. Так, друзья. Вот здесь написано специально для вас на английском языке. Берем, переводим при помощи Google переводчика. Сейчас я не буду напрягаться. Вот здесь у нас есть план церкви. Пожалуйста. Планиметрия. План. Вот святые. Фрески. Значит, северо-западный вид, северо-западный вид. Так, я сейчас примерно скажу, что, оказывается, эта церковь была построена в начале 14 века. 14 века. Для тех, кто не понял. Это самое главное. Ну, вот как-то так. Потом поставите на паузу и переведете, кому будет интересно. Сейчас я не буду напрягаться. Очень холодно и руки замерзают. Показываю вам название церкви и перевожу. Вот. Церковь Святой Троицы, 13-14 век. Как я и сказал, не соврал. Вот, обратите внимание, бизантийские архитектурные элементы церкви комбинируются с западными архитектурными элементами, принадлежащими тому же самому периоду. То есть, я даже насчет Константина тоже не соврал. Недаром я посетил Сербию и знаю, кто такой Константин. Сербы просто прутся от счастья и гордости, говорят о том, что Константин был сербом. Так, друзья, впереди много интересного. Оставайтесь на связи. Ну а скажите, где еще в какой стране церкви 13-го века сохранились в таком виде? Нигде. Почти нигде. В Армении, в Сербии, ну может быть еще в каких-то других неизведанных мною странах. Напоминаю, это церковь Святой Троицы, город Берат, Албания, юго-западная часть. Ну вот так эта красота выглядит сверху. Обратите внимание, церковь Святой Троицы. Так, Акрополи Бар-кафе под названием Акрополи. Ага, вот даже есть аудиогид. Ага, вот написано 16-й объект. На сайте можно включить аудиодорожку и послушать аудиогид на албанском языке, судя по всему. Информацию о этой замечательной крепости, построенной в империи древних римлян и Византийской империи. Так, простите меня за мое историческое невежество. Я не историк, а путешественник. Так, вот мы забрались на самый верх. Но чудеса у нас подсвечено, все бесплатно, можно зайти посмотреть, почитать. Выглядит все просто потрясающе и просто фантастически.